Здравствуй, дорогой новичок! Поздравляю тебя с успешной регистрацией в Фаберлик интернет-проекте Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами посмотрим, как войти в личный кабинет на нашем командном сайте для прохождения обучения. Для этого переходим на сайт faberliconline.info Вверху справа есть кнопка «Вход для консультантов». Здесь есть кнопочка «Зарегистрируйтесь». И здесь есть регистрация в системе, где надо внести информацию о себе. Первая ячейка – это ваш регистрационный номер. Вы вводите тот регистрационный номер, который вам присвоила система Фаберлик после регистрации. Дальше пароль. Пароль вводите любой, который хотите, но обратите внимание, что должно быть от 8 символов. Это могут быть как английские буквы с цифрами, так и просто цифры. Здесь уже решаете сами. Но обратите внимание, от 8 знаков или цифр. Дальше подтверждение пароля. Вводите тот же самый пароль, который вы только что вводили. Дальше электронная почта. Вводите ту же почту, которую вы давали для регистрации на сайте faberlic.com. И дальше номер лидера или директора. Здесь вы вводите регистрационный номер, который даст вам ваш наставник для регистрации в сети. Если он по каким-то причинам забыл вам дать этот номер, то напишите ему, попросите, напомните, чтобы он вам его написал, чтобы вы успешно зарегистрировались. Если все сделано правильно, нажимаем кнопочку регистрация и система сейчас нас впустит сразу в личный кабинет. Так он выглядит. Здесь первое, что вы увидите, это информация о личной данной, которую здесь надо заполнить. Они надо для вашего персонального лендинга. За него будет отдельное видео и более подробная информация. Дальше вы заходите в раздел обучения. Обратите внимание, что пока вы не войдете в личный кабинет, обучение для вас будет закрыто. Поэтому все задания проходятся только с личного кабинета. Вступительное задание, оно обязательно для всех. Это первая информация, которую вам надо изучить относительно этики работы в компании. И дальше уже первое задание. Вы изучаете, смотрите и таким образом доходите до самого конца. Здесь есть отчет по первому заданию. И есть вопросы по этому заданию. Эти вопросы, ответы точнее на эти вопросы, вам надо отправить вашему наставнику в скайпе, в телеграме или в другой социальной сети, где вы с ним переписывались. И он откроет вам доступ уже к следующему, к второму заданию. Вот сейчас я его открою. Видите, здесь пишет, что не хватает уровня доступа по обучению. Это как раз и означает, что наставник еще не проверил ваше первое задание. И как только он проверит, он откроет вам доступ к следующему заданию. Абсолютно так же открываются и все остальные. Все достаточно просто, следуйте инструкциям от наставника и все у вас обязательно получится. На этом всего доброго, удачи!